Начало не самое радужное для Complexity, но какое нам дело? Это их проблемы, и надеюсь, что они смогут эти проблемы решить. А у нас есть Fnatic, которые неплохо себя показали на первой карте. Если пока что на второй, то закроют серию, пойдут дальше, выйдут на, судя по всему, Dignita с такими темпами, потому что на первой карте там OG-то отстают. Диман, двукратные чемпионы International проигрывают дебютный матч. Да, да, как они могут, как они могут. На самом деле, это уже дефолтная ситуация. Они не очень хорошо себя в группе обычно показывают на одном слое, это нормально. По нижней сеточке. Хотел, кстати, добавить комментарий Громшки на тему того, что Кримс их в 50 лет будет продолжать раздавать. Мне кажется, что в какой-то момент мы думали, что эта старая шведская гвардия, которая никогда уже не уйдет никуда, там, Forest, тут все. Гетрич, мне кажется, уже закончится, знаешь, стриминговую карьеру, Valorant уже закончится вообще до него весь полностью. Возможно, сам Valorant закончится. Кримс будет продолжать раздавать в CSGO, потому что мы знаем, что CSGO бесконечен, так же, как и Кримс. Возможно, кстати, в тот момент, когда он закончится, закончится и вся история CSGO. Нереально стабильный, да, и именно вокруг него, мне кажется, Fnatic, на него очень сильно полагались на протяжении всего того времени, которое мне, например, доводилось смотреть CS, делая это примерно с лета 2018-го. Может, он до этого бахал? Бахал же. По-любому бахал. Кто? Кримс. Нет, забей. До этого момента вообще ничего не делал. А до этого был CS? Да. Всегда бахал. Там, короче, версия 1.1, вот эта система, там даже близко не стояла. Там квакеры всех нагибали. Квакеры, да. Было и такое. Так, что? Общее впечатление от Complexity. Проблема в карте или проблема в игре? Как это выглядело? То есть, они действительно не играют Train, но в карте ли дело? Я думаю, что да. Может быть, у них все фундаментально какие-то траблы возникли, и они плохо стреляют. Что может поменяться за несколько дней? Они, на самом деле, неплохо на Blast играли. Именно в таком же составе. Не было там так же Poison, все так же Юги. То есть, я думаю, что на Mirage мы увидим довольно плотную порку с точки зрения... Возможно, их причем, потому что они не выиграли последние... Если мы говорим о трендах, да, и о том, что они неплохо выступали на Blast, они просто последние БО-3 вообще ни одного не выиграли. То есть там, типа, просто красная вот такая вот страница, и ты думаешь, ну ладно, хорошо, может, у них просто нет веры в то, что они могут побеждать без пользы. Вот, потому что это реальная боль. А в целом, конечно, я солидарен с Громом, мне кажется... Ну, я и говорил до еще, вот, да, это всего БО-3, когда мы только начали смотреть первую карту, я сказал, что это будет 1-1. И, ну, опять же, да, Fnatic взяли первую, очевидно, вторая, Mirage. Я думаю, что если взять, что Fnatic лучшая команда для того, чтобы не смотреть CS вообще никогда, и приходить туда раз в 13 месяцев и посматривать за ними, интересно то, что, ладно, не меняется Krims, не меняется Fnatic. Это правда. Неважно вообще, кто за этот клантек катает, важно то, что у тебя остается аркадность, бесконечность вот этой вот аркадности. То есть ты смотришь атаку на трейне, думаешь, ну крутая же карта, интересная, сложная, тут можно много чего придумать, сплиты крутые и все остальное. Fnatic, просто фейсит. Вот, типа, да, очень высокоуровневый, нереально крутой с точки зрения исполнения фейсит, но фейсит. Слово Димона я услышал, Герман, твое. Ну, по поводу Mirage все хочу сказать, что все-таки есть карта. А, уже предиклик, блин, только хотел разогнаться. Один один. Разгоняйся вон туда, дверь там. Поэтому смотрим на коэффициенты, друзья, от наших партнеров GGBet. Начинается вторая карта. Первый Best of 3 сегодняшнего дня. Это Map Winner? Это Map Winner, да. 1.31 Fnatic, 3.26 комплекции. Любопытно. Это мы полностью против, получается, системы идем с тобой? Да. Получается, что так. Бежись. Значит, есть куда выбегать Герману, по крайней мере, пойдет холиварить. Ну, а может, не пойдет, не знаю, покушает, пойдет. В общем, слово комментаторам, друзья, смотрим вторую карту. Ну, по некоторой информации, как бы, никуда Герман не пойдет, потому что между матчами всего 20 минут разницы, как бы. Хотя, может быть, мы пойдем по расписанию, если не будет третьей карты. И вот это все. Третья карта, как говорят наши аналитики, должна быть по идее. Но я, на самом деле, думаю, что Fnatici тут должны закрывать 2-0. Ну, то есть, ну, куда? Будем смотреть. Вариантов много, всегда различных. И, конечно же, могут как и Fnatici выиграть, так и Complexity, друзья. Ну, а нам приятного просмотра. И надеемся, что вторая карта нас будет радовать не менее, чем первая. Все-таки вторая половина немножко огорчила. Fnatici, вот как взяли пистолетный, так и добили своих оппонентов до конца. Счет был 8-7. И одного раунда в атаке, Complexity как будто просто выпали. 7-2. Ну, то есть, еще хуже было все. То есть, у Complexityi было все под контролем. И это, несмотря на то, что Gekino, на самом деле, так и не показал себя толком. То есть, он там где-то в единицу КД плюс-минус вышел. Но... В КД. В КД. В КД. В КД. А вот куда? На Мираж, наверное, наверное. Джекиньо. Джекиньо, давай, дружище, мы смотрим за тебя, мы в тебя верим. Все вместе здесь вот так вот. У нас Андрей вообще, говорит, подглядывал за тобой, когда ты там в Red Reserve где-то там играл. У нас, понимаете, вся студия как бы не знает, кто такой Джекиньо. Люди в интернете не знают, кто такой Джекиньо. А вот Андрей, Андрей в двенадцатом году с Red Reserve играл. В восемнадцатом попрошу. В восемнадцатом году. А до этого я его еще видел вон на турнирах King of Nordic. Он, по-моему, рядом со студией гулял, что-то в магазине, да? Пересекались с ним, нет? Расскажешь, расскажешь эту историю своей бабушке. Ну, а мы отправляемся на карту The Mirage. Да, действительно, знатики будут обороняться. В комплекте придется атаковать, чтобы по первой пистолетке двое на раскиде. Это Юги вместе с Рашем. Два по 250-х для Конфига и Блейма. А в защите GV со смоком и дефузами. Сетап защиты 3B, один окно и ретейк А-плэнта. Давайте смотреть, полетели! Ребята из команды Fnatic. Брол, он просматривает выход спита. Пытается здесь найти кого-либо, но пока безуспешно. И все-таки команда комплекте уже заходит на Аплэнт. Раш вместе со своей командой. Бомба тоже совсем скоро уже будет установлена. Ну и вот 5 в 5. Выбивание быть, разумеется, должно от команды Fnatic. Но будет ли оно успешным? Давайте смотреть. Есть диффуз-киты, есть смок для GVG. Нет, это Голден. Врывался здесь просто как только мог. Кримс. Хороший хатшот по игроку с никнеймом. Раш 3 в 2 большинство. За ребятами из команды Fnatic. Blame F против Юги. Точнее, Blame F вместе с Юги против трех игроков. А бомбу-то забыли! Куда поставили? А бомба-то стояла так, что никак не получится это раздиффузить. И это 1-0, друзья. Это 1-0. Команда Fnatic начинает с самого начала очень уверенно. Команда Fnatic врывается. Мне кажется, она просто на самом деле немножко троллит и продлевает стрик. Сань, ты тоже разогнался в дверь как игром? Я тут сижу. Сидишь? Но просто как бы только-только все начинается. И посмотри на закуп комплексити. Там 3 девайса. Коман. Эти девайсы могут просто уничтожить Fnatic здесь и сейчас. И, кстати, забавно, что Кримс предпочел какой-то формилке, да? Какому-то Фамасу. Аук с первым армором на первом, соответственно, анти-эко. Это... Это мощно, но... Посмотрим, чем обернется. Может быть, сработает. Тем более сетап 2 мид, да. То есть там 2 как раз-таки в окне и в коне. И, собственно, куда соло. Кримс находит килл по топ-миду, забирая конфига. GKS просто ползет на Ктрейли. Ну, окей, бывает. Там даже аплэнт, по-моему, отдают и оставляют еще одного под головой. И вот как раз-таки GV стягивается со скаутом и двумя процентами здоровья в КТ. Ну, что ж. Большинство, ну, Fnatic, да, сложновато по хпм. Да, GV не самый здоровый, кто здесь есть на этом... Мираже в этом раунде. Двусмысленно, однако, двусмысленно. Ну, он 2 хп у него, поэтому весьма и весьма мало хп у него хеллспоинтов. Бролан просматривает коннектор. Ну, что ж. Надо выходить. Надо сейчас чекать спину. Но размен есть. Размен есть. Югем закрывает GV. У того было 2 хп. Как раз-таки 3 в 3 ситуация. Голден зашивает. Здесь в коннекторе Блеймов открывается очень уверенно. И начинает своего оппонента зашивать. Но здесь открывается Кримс, которого не ждали. Увидеть именно старта. Джекиньон закрывает с МПшкой Раша. И это последний Юги против 3. Бомба есть. Бомба устанавливается. Денежка будет в следующем раунде. Но нет армора. И вот эта проблема. Он здесь на цыпочках, на корточках. Даже проблемно будет пройти, на самом-то деле, в КТ. Поэтому, понимаешь, лучше туда не идти. Так. Ждет какой-то хэдшот. Убрали нам X-Ray. Чтобы понять, насколько сложно сейчас Юги против 3 здесь. Это все дело разыграть. Одного закрывает. Давай, Юги. Еще можно. Еще чуть-чуть. Двоих надо. Кримс там 9 хп. Нет, все-таки Голден. Закрывает здесь Юги. И второй раунд. Снатики берут 2-0. Вот. Но это установленная бомба. Это был закуп со стороны комплексти в ноль. И методом таких вот исчислений мы видим 400 у Юги. Остальные все как-то, знаете, не могут себе позволить закупу на полную. Я вижу, что Юги сразу приобретает АК-47. Байда 2-х тысяч. Ну, короче говоря, крепко сейчас будет снатиком. Потому что и сами комплексти отдают себя что-то в том, что у соперника экономика крайне крепкая. Сейчас можно как-то вот варвас. А может быть сработает. А может быть. Ну, аркада топ-мида, в общем-то, да. Джекини запрыгивает со окна на шорт. И, возможно, опять же, с окном как-то засетапится. Но впоследствии Джиби отходит назад, получая урон. Подсадка на парыче. И вот. Единственное, что мне становится вот как бы не совсем приятно моментом, да, в этом раунде. То, что комплексти играет медленный розыгрыш. Просто вот медленный сетап раунда с подобными девайсами. Находить килл от Калаша и потом уже действовать на нервы сопернику. Крайне сложно. Ну, ладно. Им виднее, а Кримс пока находит минус. Джекиэс уже отпадает. Пять в четыре. Большинство уже за Фнатиками в очередном раунде. Но здесь сложновато, конечно. Естественно, Юги с Калашом. Это момент, который может сыграть для ребят из команды Фнатик. Можно как-нибудь его здесь сокрыть и без экономики оставить в следующем раунде. Сложновато будет комплексти. Но, опять же, нужно здесь только вот Юги в первую очередь идти именно первым. Потому что там может подобрать его тиммейт Калаш. Вот, например, Юги умер. Сейчас его тиммейт подберет Калаш. И он тоже Стармором. И он тоже попробует разыграть эту ситуацию. Ну, вот все, кто в коннекторе был, все Старморами были. Раш закрывает JV Golden. Фрагом по конфигу отметился. Три в два большинство. 23 секунды. И Фнатики, смотрите, как Саевовы играют. Они отпускают комплексти. Пусть заходят. Пусть устанавливают бомбу. А мы это все дело ретейкнем и выиграем себе третий раунд. Ну, опять же, ретейк. И когда два кт занимаются, шансы высоки. Плюс по гранатам, да, мы не видим ничего ни у тех, ни у других. Что, в принципе, тоже может как-то в сторону защиты сыграть. Ну, вот Golden 5% здоровья. Он как раз таки в выступе. И, ну, саджикин есть по рашу. Три ноль. Фнатики все еще на плаву. Но, опять же, два двайса теряют на постоянной основе. И экономика за счет этого не может расти вверх. А ведь защита рано или поздно наткнется на неприятности со стороны атаки. Там вот очередной двайс намечается. И я так полагаю, что Юги все-таки получит свое распоряжение снайперскую винтовку. Но нет, знаешь. Вот Раш в последний момент сказал нет. Ну, ну, нет. Сюда нет, что сказать. Ладно. Три ноль. Комплексити все еще не берут ни одного раунда с трейна, друзья. Со второй половины трейна. Там у нас было девять подряд. Здесь три. Это двенадцать раундов подряд. Команда Фнатик закрывает свою пользу. Ну, надо комплексити просыпаться. Нужно ломать вот эту вот линию из раундов для шведского коллектива. Ну, и хотя бы забирать для себя первый. Начинать выстраивать какую-нибудь экономику за атаку. Ну, и, конечно, за атаку намного проще выстраивать экономику. Здесь и экономика хороша вместе с бомбой потенциальной, которой можно может принести плюс с денюжкой. Но, опять же, команда комплексити. Нужно пытаться думать, на какой плент выходить. Как его занимать. Как, во всяком случае, проходить вот этих самых... Ребят, вроде как в прошлом раунде это прошли, но не смогли выиграть. Вот сейчас шанс появляется. Облайм Ф. Закрывает GV. 5-4. Большинство за ребятами из команды комплексити. Кримс вместе со своими тиммейтами распределился 2-2 по плентам. Конфиг с Калашниковым. В коннектор заходит. Здесь под флешку. Нужно лево чекать. Кримс за. Опять не в чек. Да что ж такое-то? Да что? Ну вы серьезно? Ну два раза сетапите, а плент... Он еще и двоих убил, бро! Он раше изменялись. Да как вы это делаете? Да это ненормально. Это незаконно. Это не честно. Кримс закрывает блэм Ф. Так все здорово начиналось, на самом деле, для комплексити. Это фраг. Как это потенциально... Одна ошибка и ты ошибся. На плент... Что? Одна ошибка и ты ошибся. Одна ошибка и ты ошибся? Да. Надо просто чекать, наверное... Голову. Да. Надо все-таки позицию чекать, потому что второй раунд, ребята, выходит. Второй бай раунд выходит. И в принципе один и тот же человек. Если в прошлом раунде это было не так сурово, то есть там был один фраг и размен, то здесь два фрага, очень много времени и во всяком случае большие проблемы на фазу комплекции. Всегда сурово. Если ты выходишь из коннектора и не чекаешь голову, для тебя это критическая ошибка. Проблема в том, что там еще форест есть, который тоже нужно чекать. Ну, извините. И, к сожалению, ты не можешь выходить и чекать спиной и передом одновременно. Это проблема. Как сорвалось-то? Он фиг, ну зачем добивается своего тиммейта? Ну, нормально же все было, но решил здесь он сделать два фрага в начале, один из которых был по своему тиммейту. И четыре в четыре. По итогу ситуация у нас после этих перестрелок. Они в курсе про Блейма? Джей Ви тут со своим тиммейтом чаек попивает. Блейм F. Закрывает Джей Ви. Джакиньо, слышали? Джакиньо здесь. Блейм F. Куда? Ну, полетел, не ожидал второго. Вот опорник Б погибает слишком быстро, но тем не менее, три в два розыгрыша и Кримс… Кримс с ВП. Вы себе такое можете представить? Оброн врывается, забирает игрока вплоть 90. Кримс ловит конфигой. Один на один против GKS. Кримс! Ес! Минус три юху продолжается в исполнении Фнатик. Уже вот вторую карту подряд. Ну, слушай. Если Кримс с ВП заиграл, а Джей Ви с нулем фрагов сидит. Ну, мне кажется, это… Джей Ви просто ждет. Сейчас Джей Ви возьмет свой маг седьмой. Встанет где-нибудь вблизи. Не возьмет, Сань. И пойдет разваливать абсолютно все. С другой стороны, ему и не надо. У него есть тиммейты, которые выигрывают сейчас 5-0. 11 на 0 Кримс. Это, кстати, забавно. Больше, чем два фрага в раунд. Статистика у Кримса. Ни одной смерти Кримс слишком хорош. У него почти больше фрага, чем у всей команды комплексы. Вот так вот тебе. Ну, это Кримс. Это Кримс, который хочет сделать 2-0. Это Кримс, который не хочет ничего слышать про третью карту. И это Кримс, который делает соло-раунды. Ну, и плюс специфика как бы сами, ты сам понимаешь, да? Там у нас с четвертыми местами есть некоторые приколы. Поэтому хочется выйти из группы все-таки с первых мест. Так, чтобы потом не было… Всегда хочется с первого места выйти. Это… Ну, есть, конечно, некоторые ситуации… Когда можно выйти со второго или с третьего, если предусплакать. Чтобы не попадаться на кого-нибудь. Но при этом зачастую же, если ты выходишь с первого места, тебе дают более легкого соперника в следующем. Ну, это такое правило, условно, да. Да, но, опять же… Не всегда. Не всегда. И, наоборот, иногда ты хочешь занять второе и выйти на… Ну, условно, какого-нибудь другого оппонента, нежели там… Ты видишь напротив в группе. Ну, что, Бролан с Фомасом здесь против Раша. 50 секунд на таймере. Команда комплексности вновь не торопится. Бролан занимает близ. Раш должен выиграть, по идее. Ну, вот… Ой-ой-ой-ой. Будет ли до конца идти? Да, должен выигрывать. Но Бролан закрывает здесь Раша. Дживи делает фраг. ЖКС единственный на размене. Бролан. Да ладно, он этого доводит, друзья. 30 секунд. Падает еще и Юги. А пачка в дефолте. Ой-ой-ой. Это просто нечто. Фнатики, даже при условии отсутствия Дживи на карте, просто душат. 12-0-0 Кримс. Ну, вы теперь видели все. Какая боль. Какая боль, друзья. Фнатики комплексности 6-0. Прямо здесь. Прямо сейчас. Денег нет. Сколько? 4, 5, 10, 13 фрагов. У команды комплексити 12 фрагов у Кримза. 13 у комплексити 12 у Кримза. И давайте сейчас посмотрим. Если сейчас Кримс делает еще парочку фрагов, например, это закончится 5-0. У Кримза единственного будет больше, чем всех фрагов команды комплексити. Джокиньо. Здесь маг десятый. Не перестреливает. Голден. Есть фраг на Раша. Голден. Закрывает конфига. 5-3 ситуация. Кримс. Дружище, иди сюда. Кримс пришел. Кримс пришел. Но Джекес делает фраг один. Джекес делает фраг второй. Но теперь браунд на самом-то деле не залить. Кримс. 15-0. Так, так, считаем. Подожди. Сколько? 5, 10, 15. Ровно столько же. У Кримза 15. Один Кримс против команды комплексити, друзья. Кримс равен комплексити, друзья. 7-0. Кримс просто, ну это, не знаю, игра недели. Игра 2021 года, наверное, пока что. Можно так сказать. Там кто-то говорил, что 2021 год будет годом Na'Vi. Может быть все-таки Кримза? Может быть. Но сегодняшний день точно. День Кримза. Ну, давайте так скажем. Мираж. Это вот прям Кримс. Пока что MVP определенно. 15 фрагов на ноль. Я думаю, что эту статистику вообще не хочется портить. И вот так прям закончить этот самый мираж. Джей Ви. Было бы классно. А вот Джей Ви 1.5. Джей Ви нужно... Что? Куда? Джей Ви нужно. А за шо? Бролан. Не стайминг. Вне позиции. Здесь откидывает молик. Очень много гранат. Хорошая работа от Бролана по гранатам. Но Бролана простреливают. И что делать дальше? Голдум. Здесь откидывает... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. 5 в 2 большинство для комплекции. Кримс. Нужно эйс сделать, дружище. Прямо сейчас. Давай. Надо. Нужно сейчас. Не-не-не. Ну, скорее всего, даже могут попытаться уйти на сейв. Все-таки с экономикой не так гладко. 2 в 5. Вбивать Абазу. Не-не-не-не-не. Даже несмотря на чудовищную форму Кримза, его просто позиционно переиграют и уничтожат. Так, нельзя. Не надо уходить на сейв. Сейвить статистику нельзя. КД-плеер получается, да? Ну, конечно. Он самый. Ну, это красиво. На самом деле, всегда, вот знаешь, когда ты идешь там 10 на 0, 12 на 0, ты такой, ай, статистика классная. Хочется эту статистику довести до победного. Естественно, на профессиональной сцене, ну, ты больше заботишься о победе команды. Как и по идее, ты должен заботиться об этом всегда. Вот. Но, с другой стороны, всегда есть вот такой вот моментик индивидуальности. И все мы прекрасно понимаем, что в конце года, когда подводят итоги за этот весь, соответственно, год, то также индивидуальная стрельба – это весьма немаловажный фактор. И эти все циферки, они будут складываться, они будут считаться. Ну, и, разумеется, уже по итогу будет какая-то финальная складываться графа, где вот там столько-то турниров выиграл, столько-то там забрал, и вот, пожалуйста, ты… Выиграл карту комплексии за счетом 20 на 0. Угу. Ну, это так. Да? Можно и так. Смотрим, друзья. Первый раунд. Все-таки комплексии выиграли спустя сколько? Только спустя 16 подряд от команды Fnatic, если учитывать это best of 3. А оно ничего не напоминает, кстати. На трениторах 7-2, и потом… Ну, хуже уже не будет. Конечно, я ни на что не намекаю, но… А может быть… Ребята из Fnatic сейчас тоже немножко устроят нам флекс. Тем более, что экономика уже пошатнулась. Как бы этот двайсный проигрываешь, уже нужно по-хорошему делать экономический. А там, глядишь, и 4 раунда в 5, раунда в 6. А может быть, и 8 в комплексе получат первую половину. Ну, это очень сложно. На данный момент это выглядит как сказка. Непредалимая стена, да. И чудеса чудесные, но давайте смотреть. Голден. Смотрит. Выход б-планта. Конфиг убивает джекиню. Голден. Голден! Очень легко. Конфиг на размене по Голдену. Кримс. Кримс такой, эх, опять работа. Опять работа. Так, Юги. Вместе с плеймэпом. И все-таки Юги делает фраг по Кримзу. Но как же так, Кримс. 15-1, первый фраг. Здесь Броланда зачекал. Живи, убивает Юги. 2-3. Ситуация была с установленной бомбой. И все-таки Кримса не было в этом раунде. Кримс не сделал ни одного фрага. Команда Фнатик снова на коне. И команда Фнатик забирает первую половину. 8-1. А ведь это, между прочим, снова довольно неприятная ситуация у команды Комплексти. Мы видим, что с Б-базой, с Б-сплитом, да, как-то вот не могут они снова засинхронизироваться. Но в целом я бы не сказал, что плохой раунд исполняли. Там по стрельбе, да. Плюс, опять же, вот, Живи хорошо вместе с Броуном доконтролливает розыгрыш 3 в 2. Но, тем не менее, это только один раунд за Т. Ребята, подъем. На первой карте будил Фнатиков. Сейчас буду Комплексти будить. А то, чё это такое вообще? На Мираже. Живи попадает по Блэймэфу. Легко. Кримс. Кримс. Ой, ты посмотри, как аккуратно играет. Рыбачит. Ну, 5-4. Уже большинством здесь немножко, ребята, закрыли Блэймэфа. ДжКС против Бролона. Бролон. Ну, хоть кто-то законтролил яму как должное. Ну, вот, в принципе, 4 на 4. Уже новый, новый момент со сплитом через мид. Вопрос лишь куда. Да. Да. И защита делится 2 плюс 2. У нас нет никого в районе центра. Стяжка в апарты Б. Ага. То есть номер 0 будет у нас под апартами Б. Остальные как раз таки будут играть под А. Возможно, даже фейк исполнит раши только после довернуться у нас. Под сплит, но без фейка. Все-таки хорошо возвращается просто Вандер. 50 секунд. Время поджимает. Кримс. Запушил Кримс. 15 на 1. Ну, давай. Второй раз могут не чекнуть. Вполне такое может быть. Снайпер лезет вперед. Какая боль. Вот как на размене. А вот GV загулял. 35 секунд. Голден вместе с Джакиньо. Голден далеко, Джакиньо еще дальше. Найс. Второй. Это сейф. А там нет денег. А там нет денег. Джакиньо сейвит аук. И, в общем-то, получается, что 8-2 может плавномерно отправиться на 8-3. Если, опять же, ничего не придумают полустрику, я думаю, что можно сделать сейф. И в следующем раунде уже, соответственно, через один сделать полноценную закупку. То есть с этим аугом отыграть. Попробовать докупить какие-то пистолеты типа дегла. Например, Бролану, там Кримзу, GV. Сыграть плюс еще к этому с первыми арморами. Ну и попытка не пытка. То есть это раунд, который можно отыграть с одним аугом, тремя деглами, арморами. Ну и там у Голдена не знаю, что ему хватит. На что хватит. Может быть, какой-нибудь юсп обычный. Либо P250. Может быть, что-нибудь дропнет. Если очень сильно попросить. Ну что, давайте смотреть на решение. Можно, в принципе, тактическую паузу взять, обдумать это. Потому что решение не такое уж и простое. Не моментальное. Может быть, полноценно экономически сделать к аугу. То есть здесь только вот как захотят сами ребята из команды Fnatic. И тайм-аут. Да, действительно берется, чтобы обсудить эту ситуацию. Нам нужно поговорить. Надо, конечно. Определенно. Но вопрос лишь, что можно из подобных финансов выжить. Есть AUG. Да, действительно. Есть 3 900 у Броуна. 3 100 у Кримза. По идее, это, ну, кстати, М-ка. Это FAMAS. Это формилка с дропом. А там дигл дропается. И, короче говоря, нормально все будет. То есть, вполне даже 2 М-ки, видишь. Кримс такой, я 16 на 2, мне дигла без армора хватит. В принципе. Разберемся. Разберемся, прорвемся. Ну и давайте смотреть. Может быть, действительно хватит. Кто его знает. С другой стороны, видишь, комплексный экономика-то. Ну, не того. Она жива. Живее всех живых. И как бы... AUG 2 М-ки, 2 дигла. Это звучит классно. На самом деле. Вот единственное, да, что выбивается, это у Кримса. Ток, 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 ток. Ну, Блэймев. На размене наказался. Семочка. Сложно. Но здесь Голден. Одного закрывает. Джей Юги на размене. И нет. Раунд. Ну, попытка была неплохая весьма. То есть, выходили с хорошим, скажем так, пониманием, что оппоненты могут быть на меду. И попал там вот... Кто там был? Джей Юги, по-моему, да? С диглом очень даже классно. Урона не хватило. Не пошло. Так. Нам показывают стату. Ну, и вот. КД Кримса, конечно, вот это 5.33. Да, это ненадолго, знаешь. Там, я же говорю, и Раша на первой карте шел 16 на 4, по-моему. Вот такое вот все было, но... Конечный итог очень сильно озадачил. Ну, теперь экономически это 100%. Там еще и матч на паузе. Не надо так. Ну, да. Будем смотреть. Будем глядеть. Опять же, пока что все очень и очень неплохо для команды Fnatic. Да, последние раунды действительно были выиграны в комплексе. Действительно, что не есть приятно, наверное, для шведов. Но, с другой стороны, опять же, будем мы глядеть уже в следующий раунд, потому что это только Юспы. На руках Джекиньо, Джей Ви, Кримс, Голден, Бролан. Не думаю, что буду что-то закупать. 200 долларов вот было снято со счета Джей Ви. Вопрос, куда? А? Ну, как куда? Куда? Флешка. А где она? Ну, так она просто не отобразилась. А, нет. Джей Ви 200 долларов куда-то украл. Смотри, нет, минус 200, а флешки нету. Сейчас появится. Перевел куда-нибудь себе там на банковский счет. О? Ясно, ясно. Джей Ви. Расследование, да. Все, будем смотреть сейчас. Ну, на самом деле, реально очень интересно, где эти 200 баксов. Джи. Я надеюсь, у тебя флешка есть. Ну, или просто баг какой-нибудь потенциальный. Invite Friend, давай. Самое время. Инвайтем, сыграем сейчас. Давай, погнали. Давай, давай. Лучше не надо, да. Но сначала добавить нужно, конечно же. Джекин такой, ребят, паузу быстренько мы тут сыграем сейчас ММчик. Погнали. Вот она флешка, только она у Голдена. Вот. И у Джи Ви не было этой самой флешки. Минута 45 на таймере. Зевс. Джи Ви. Зевс у Джи Ви. Нашли мы. Вложение, так сказать. Зевс 200 стоит. Да. Дешевизна. Минута 30. Юспы. Вот, 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 вот. Начали душить базу Б. И, собственно, пока шикарный отыгрыш от комплекса. Похоже, все-таки 4 поинта отколов мы такие увидим. Это прекрасно. Осталось лишь, по ней смогут ли они сохранить эту вот. Такую перспективность. Все-таки первая половина и четыре за атаку маловато может быть. Ну, может быть, там надо пять-шесть все-таки. Я вообще, наверное, за мираж-то в пользу стороны атаки. Там девяточку за Т. Да. Тут все по-разному индивидуально. Опять же, нужно говорить, что не факт, что команда Fnatic будет себя чувствовать удобно на атаке за мираж. И не факт, что комплексы будут себя чувствовать уверенно за защиту на мираже. Поэтому будем смотреть, будем глядеть. Все это настолько индивидуально в каждом конкретном матче. Каждый конкретный. И даже не то, что день. Действительно, каждая конкретная карта. Это совершенно разная история. Нет ничего вот что-то определенного. То есть, не факт, что сейчас Fnatic выиграют, грубо говоря, мираж. А завтра будут играть мираж против комплексов. И это спокойно может быть проигрыш. То есть, это все настолько нестабильно и не постоянно. Ну, что. Вот закупка. Вот есть девайсы. Аук, тремочки, Джокиньо, авик. Джокиньо будет отыгрывать с авиком. Джейви будет отыгрывать с винтовкой. Ну, что. Давайте смотреть. Вот он, снайпер, который бежит один на Б. По всей видимости... А, нет. Он даже, смотрите, как с Ивова. Он на кухне. А здесь Джейви идет. Двойной патрон. Без флешки. Но закрывает ЖКСа. 5-4. Большинство. Кримс против Раша. Он вообще не поймает, что там человек в спине. Мне кажется, Рашу сейчас будет больно. Спинку почесали только что. Раш зачекал, но не перестрелял. И здесь ситуация 4-3. В большинстве ребята из команды Fnatic. Что будет дальше? Blame F68 хп. Немножко подгорел. Команда комплекса бежит на Б. Б. Здесь есть снайперская винтовка, которая закрывает Джекиньо. 3-3. Кримс остается. Вот эти Майнгеймсы. Блэм такой третий раз уже. Голова не считается вообще. Ну никак. Так, там Гоуду у нас первый раз не удалось запрыгнуть на шорт. А бомба-то не поставлена. Но теперь-то знают фнатики, что это best side 100%. Вопрос выше, как подойдут к вопросу ретейка. А тут диффузов-то нет. А где диффузы? Где? А денег-то не было на них. Так, ну что. 3-2. Большинство надо выбивать. Надо здесь доходить до этого планта и выигрывать его. Ну, только Юги с конфигом, разумеется, не будут согласны с этим. По стрельбе не пошло. Конфига зачекали. Конфиг не перестреливает. Юги последний. Времени нет. Но времени нет. А диффуз-китов-то тоже нет. Нет смысла сейчас вообще диффузить. И, ну, это никак не выигрывается, разумеется. Бежать некуда. Выходит, что так. Юги взорвется. Ему это абсолютно неважно. Ему это неинтересно. У него 12 тысяч долларов в кармане. У его тиммейтов примерно так же. Но пятый раунд ребята из команды комплекции себе забирают. Вот обидно, что не было диффуз-китов. На самом деле раунд... Это и не могло быть. У них экономики не хватало. Из тех трех игроков, кто выживал, да, 3-2 retake, там было 600 баксов в 2 килла. Как раз таки у этого человека 300 баксов в 1 килл. И 50 долларов в 0 киллов. Ну, то есть некому было купить. Некому. 8-5. 8-5. 8-5 и 2 раунда буквально отделяют нас от итогового результата в рамках первой карты. Джей Ви. Закрывает блэйм эфа. Бролан. Хорошая хаешка, кстати, потенциально. Можно ее откинуть. Уже все. Не, все еще можно. Все еще можно. Это не так много урона. Ну, это как кинешь. Бролан. А ему в ответ 2. Джекиньо находит фраг по юге. 5 в 3. Уже большинство. Бролан. 6 хп. У него много урона нанес. Джей Ви нажимает на курорт. Убирает дипеса Кримс. Ну, Кримс. Ну, здорово, отец. Здорово, отец. Кримс. Ну, просто красавчик. 20 на 4. 20 на 4 от Кримза. 9-5. И все-таки последний раунд будет очень и очень интересный. 10-5 или 9-6. В любом случае, первая половина уже очень приятная для команды Fnatic. Ну, если говорить по статистике, да, по последним картам. У комплекса на Мираже именно атака фаворитствующая, да, у Fnatic защита. Тут, видишь ли, ни тех, ни у других особо не срослось. Хотя, да, 9 за КТ, скажете, в принципе, нормально. Но десятка будет еще лучше. Все равно хотелось бы поболее, поболее. Но, тем не менее, подсадка у нас по РТБ. Ну, и вообще-то 2-1-2 сетапчик. В окне у нас Кримс. Бессмертный Кримс, который просто ловит все и всех. А со стороны кол это 4 мид атака. В принципе, отжимает центр. И после этого уже будут придумывать что-то в дальнейшем. Бролан опять на своей любимой позиции. В Яме стоит. Непосредственно, да. Да, непосредственно Яме стоит и ждет здесь своих оппонентов, которые пока не идут. Голден не самый лучший флэш. Ой, 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 флешки. Что ж такое? Это сложновато. Здесь было не справились Джекинью. В итоге этой флешкой помог своему оппоненту убить Голдена. Ну и 5-4. Джекинью, вот этот раунд вообще не его. Нужно просто забыть его из памяти. Так а куда забывать-то это все? Ну, надо забыть. 4-2. Большинство для комплекса 6-ой, по всей видимости. Здесь 2-5, 2-4, 1-4, 1-4, 5-10, 12-5, 9-6. 28-го, да. 28-го, друзья. Ну что, Кримс повторил успех, в общем-то, товарища Раша с первой карты. Там тоже был 21 фраг на 5 спорте, по-моему, или что-то около того. Но 21 фраг точно был. Так что там со смертью непонятно. Но в целом, как и говорилось, то есть вот парочку ошибочек точности и Фнатик отдают. Ну, то есть 6 раундов за атаку для колл, опять же, с ситуацией 7-1. Совпадений не находишь? Да нет, ну все равно все классно для команды Фнатик. Естественно, такое, наверное, не могло продолжаться на протяжении всей первой половины. Это было бы очень странно, если бы мы увидели счет 15-0, или 14-1, или там, например, даже 12-3. То есть, скорее всего, нам нужно было бы увидеть какой-нибудь камбэк от ребят с командой комплекса. Видите, но как они не чекают этот стресс? Три раза. Три. Вообще, вот у них такое ощущение, что справа у них прям намазано медом, и они выходят и смотрят именно непосредственно джангл. Но никак они не смотрят этот самый стресс. Хотя... Ну, тоже большой вопрос. Где чаще занимают позицию игроки защиты? На стрессах или на джангле? Да иногда даже в Crossfire с джангл их голову принимают. То есть, как бы, ты не можешь быть уверен наверняка, да, что и там, и там нет соперника. Проблема в том, что это надо как-то по-другому делать, значит. Сейчас не получается раз, не получается два, но... Как бы то ни было, они и без правильного контроля головы справились с задачей, да, то есть 6-Т. Скажем так, хороший счет. Можно было бы больше. Все мы когда-то попадаемся против Кримза, который тебя в соло закрывает на мираже. Это вот классика вот этого фейса. Находишь, тебя раскатают, расскажут. Да, друзья, в любом случае первая половина на самом деле интересная была, несмотря на вот этот вот очень-очень долгий стрик от команды Fnatic. Комплексы все-таки вернулись и все-таки здесь наказали. Ну, первая половина, вот первая половина и первой половиной мы просто наблюдали за Кримзом. Это что-то с чем-то. Это мужчина, который разваливает абсолютно все. И на какой-то момент мы действительно отмечали, что вот у Кримза было 15 фрагов, и у команды комплексы их было тоже 15 фрагов. Поэтому будем смотреть, что он будет действовать... Как он будет действовать во второй половине? Будет ли он так же разваливать? Хоть если будет так же разваливать, то большие вопросы к тому, насколько смогут действительно комплексы эти вернуться. Скорее всего, с таким Кримзом фнатики, ну, сделают 2-0 и пойдут дальше. Ну, 9-6 счет, опять же, чем чревато, да, проигрывая пистолетку за защиту, комплексы могут, ну, практически отдать двукратное преимущество. Там первые два сна и проигрываешь, это уже за, там, 11 раундов, да, там, получается, 13. И ты как бы такой сидишь и думаешь, а зачем мы вообще пикали Мираж? Ну, то есть, это карта, которая вроде как и хороша, пока у тебя идет, и в тот же момент она может сыграть против тебя, когда заходит Кримз на сервер. Ну, Мираж, мы все прекрасно понимаем, что Тернатики умеют играть Мираж. Да и комплекс не умеют, просто сегодня Кримз в ударе. Карты все-таки дефолтные, ну, то есть, как бы, Мираж, Даст, Инферно, да, вот эти все три карты, которые играют, наверное, в большинстве случаев абсолютно все. То есть, это самые популярные карты, мы не берем, там, какой-нибудь оверпасс, там, что сложнее, нюк, там, Трейн, вот такие вот не самые уже легкие карты. Какая самая, по-твоему, сложная карта? Что-то типа нюк оверпасс. Наверное, где-то вот там вот действительно карты, которые нужно разбирать, и ты не можешь просто вот так вот войти и как бы начать это играть, как на Дасте втором, как на Инферно. Знаешь, у которых уже заложено в крови вот этот вот Даст 2, Инферно, Мираж. Здесь есть такой момент, что для меня конкретно самая сложная карта, наверное, это все-таки Мираж в плане того, что мне на ней, в принципе, тяжело играть. Но как я слушаю постоянно, потому что я любитель Вертига, когда я его не баню, я его пикаю, меня покрывают с ног до головы всякими интересными словами, типа, чел, мы ее не умеем играть. Я говорю, никогда не поздно начать. Мы вообще в Валоранте, какой Вертига? Нет, ну, когда я еще играл в КС? Ну, не знаю, Вертига, мне кажется, даже в каком-то плане Оверпасс посложнее Вертига будет. Все там, в Оверпассе, на самом деле, это ничего сложного, просто взаимодействие коллектива. В Оверпассе три этажа, как на Нюке. Поэтому надо тоже думать. Три этажа, говоришь? Да, да, ну смотри, нижний, средний, верхний. А где нижний-то? Нижний, это вот где Бэплэнд. Потом девятка и Аплэнд. Три этажа. Три этажа, друзья. Три этажа. Кто хочет себе три этажа, друзья, плюс в чат. Ну, а мы, конечно же, будем продолжать уже совсем скоро после небольшой вот этой вот самой паузы для команд, которые ребята немножко тоже выдыхают. Они хотят, мне кажется, тянут время немножко. Это не пауза для команд, это рекламная пауза. Чтобы Кримс выдохнул, сбился темпу Кримса. 21 на 5, но это жёстко, ребята. Это действительно очень классная первая половина для него. Ну и конфиг. Второй карт подряд проседает. Вот что я могу подметить так точно. Вовсе никак нет. Что по сетапу? Фнатик, соответственно, Голден с Дигглом на пистолетах в атаке. Окей, ладно. ЖВ-1 на раскиде. И 5 пистолетов без гранат. Голден! Хэтшот! Забирает Юги. Хорошо. Ну а что дальше? Как бы ретейк намечалось, хотя с таким пушем апартов не совсем понятно. Что-то странное ретейк Аплэнта выходит. Чье окно они разбили. Короче говоря, 4 тикета. Это вообще просто какая-то рвань. Ну посмотрите. GKS поймал Голдена, который загулял на апартов. Бролл не ожидал, что его просто вдвоём зарепикуют с КТ. И там не двое, там все. Я напоминаю. 3 на 3 пачка стоит под кон. Двое в джангле. Кроссфайр есть. В коне GV, который играет на время. Ну и вот таких GV просто выдавливают вдвоём. Кроссфайр, джангл всё ещё жив. Не чекают кремза. Китов-то нет. А китов-то нет. А дельфинов? И дельфинов, похоже, тоже. Ну то есть пока непонятно. Джакиньо. Джакиньо просто прыгает и этим самым выигрывает раунд. Джакиньо просто выигрывает раунд. А куда у тебя сто? О, сто армора. Да. Хочу. И стоило было её брать. Он бы себе каску за 350 купил. Мы вчера комментировали и был вопрос в чате. Ну, люди сами общаются в чате. Часто отвечают друг на друга. На вопросы друг друга. И был вопрос, коцает ли бомба армор. И кто-то написал, нет. Она коцает только хп. Вот, друзья, вы сейчас видели своими глазами, что бомба также наносит урон и по броне. Вот. Поэтому неприятно, конечно, весьма. Стоило ли Юсп тысячи долларов? Не тысячи. Шестьсот тысячи. Не, ну, мне понравилось, как ты пытался выкрутиться из ситуации, конечно, но ничего страшного, Сань. Ничего страшного. В покере тоже есть свои арморы. Не знаю, вроде не было там никаких арморов. Не было? Ну, сори. Минута тридцать. Ладно, давайте, смотри, друзья, врываться непосредственно далее у нас на этот самый Мираж прилетает очень неприятный Молик. Понимают, ребята, из команды Fnatic Stross GTS. Находится под девять. Ай-яй-яй. Убили его, больно мне. Юги, он закрывает Бролана. Нужно разменивать, конечно же. Джакиньо есть, но 3 в 3. Конфиг также хорошо отыгрывает. Голден с деглом тут настолько ему сложно. Без всего только армор и дегл, даже гранат. Нет, как это терпеть вообще. Ну и вот команда комплекса здесь заходит, пытается найти Голдена. А в итоге Голден находит плеймэфа. Это 3 в 2 большинство. Нам нужно выходить на А. Здесь перестрелка для конфига. Легко. И снова голова. Так, так. А ну мы за КТ голову не чекаем. Да что ж вы будете делать-то, а? Ребята, ну хоть кто-нибудь помогите команде комплекса найти позицию... Голова. Знаешь, это нужно просто вот в нарезку... В нарезку хайлайтов. А у нас это попадет. Ну типа 3 головы точно попало бы. 10 часовую нарезку хайлайтов. И все. Больше ничего не нужно, когда вообще ты не чекаешь левую позицию. Вот просто тебя, для тебя этой позиции не существует. Не существует. Нет. Просто выходишь, смотришь право, лево нет. Ну тут эко. Кстати, это был форс. То есть теоретически тут двукратное преимущество по счету для Фнатик. В комплексе пошли по тяжелому пути. Да, решили взяться за форс. Опять же мог и сработать. Но нет, опять же и конфига. Снова. 18 раунди отшибают здесь. И хотелось бы уже начиная вот с первого девайсного для кола вбираться. Потому что я напоминаю, фнатики уже закрыли свой собственный пик и на пике соперника. У них сейчас может образоваться двукратное преимущество. Это не делается так. Нельзя так. Неправильно. Я думаю, здесь фнатики уже находятся на завершающей стадии победы этого Best of 3 противостояния. Очень сложно комплексити. Пытаться против своих оппонентов что-нибудь придумать. 12 потенциальный. Да, там только два Юспа, два Дегла. Более. Абсолютно ничего. Нет арморов. Ну и здесь к фнатикам, разумеется, нужно просто не терять девайс и вместе выйти. Потому что решение в прошлом раунде, например, отправить один Дегл на мид против всех абсолютно. Это не самое лучшее решение, которое только может быть. То есть, грубо говоря, у тебя нет никакого преимущества, когда Дегл против Дегла. Да, у тебя был армор. Но, когда у тебя байраунд ты играешь против пистолетов, это не самое лучшее, что действительно можно придумать. Джей Ви вместе с Броуном делают по фрагу. Джекес остается последним против пятерых. И это будет двенадцатый за шведами. Двенадцать шесть. Действительно двукратное преимущество на пике своего оппонента. Первую карту уже ребята выиграли. Ну и, по сути, буквально четыре маленьких шажочка, четыре раунда отделяют их от победы на этом мираже. Ну и, в целом, в этом Best of 3 противостоянии. В первом, кстати, на этом турнире. Ну и что, мистер Джей Ки Эс, ну хотя бы один. Хотя бы один фраг. Где-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, не расстраивайся. Сидит он, конечно, крепко. Сейвит юсп. Стыльно-модный молодежный. А за ним, кстати, была неплохая охота, но почему-то фнатики в какой-то момент реально забоялись, что ли. Ну, их тоже можно понять всё-таки. Экономика в атаке тоже сильно разогналась на бока. Но это всяко лучше, чем защита. И вот первый девайс, без которого комплексити взяться за мираж будет практически невозможно. Проигрывая эти ганы, они отдают 14 раунд фнатикам. А там уже... Ладно. Один раз ошиблись. Допы. Два раз ошиблись. Проиграли встречу. Вот и всё. Закупка на все деньги. Нужно собрать волю в кулак. Нужно взять ноги в руки и начинать выигрывать. Ребята, мы с командой комплексити. Потому что сейчас вот уже последние шажочки. Действительно. Если не сейчас, то там уже 13. И денег не будет. 14 потенциальный. И всё. На этом GKS. Да, здесь будет отлетать. Здесь 2D подсадка. Классно. Бролан. Закрывает своего оппонента. GKS пал. 5-4. Большинство за фнатиками. И вот вроде опять же ничего ещё не сделали. Но уже в большинстве юги. Хороший размен по JV. Сразу мгновенный отход. Отступают ребята. И как-то странно. Очень сумбурно действуют. Вроде как юги тоже потенциально сейчас отходил куда-то через коннектор. Но отпускать КТ. Конфига здесь могут с миды спокойно закрыть. Информации по Голдену нету. И вот по второму. Да, сейчас Голден будет действовать. Блейм, правда, убивает Бролана. Ситуация 3-3. Блейма закрыл Кримс на размене. Хорошо. 3-2. Бомба установлена. Конфиг и юги против всех игроков команды Fnatic. Конфиг убивает Кримза. Джокиньо Голден против Конфига. Юги Джокиньо. Седьмой фраг для него. Есть установленная бомба. Смоук. И будет ли диффуз? Нет диффуз китов. Вот это проблема. Но здесь уже раунд не выигрывается. Команды Комплексити. 10 секунд. И с этого момента можно официально объявлять 13 раунд за командой Fnatic. 13-6, друзья. И это очередной бай. Хороший раунд для Fnatic. Ну вот как после этого можно говорить, что у Комплексити стало что-то получаться? Ну то есть... Я бы не сказал, что в этой команде вообще есть какой-то смысл в плане играть с заменой. У них в основном составе были некоторые терки, да. Хотя с оба, кстати, плюс-минус неплохо-то получалось. Вот это досадная история. Как он покинул свою команду. А тут еще недавно клуб Найджи молодого подписали, да. И как бы вопрос, а этот молодой не сбежит от Европы-то? Ну потому что переезд сделал такое. Хотя, знаешь, я бы, например, не отказался в Европе. Вот так, кстати. Я думаю, никто бы не отказался. Но занимаюсь любимым делом. У нас с вами попытка от Юги с GV немножко, кстати, перестреляться. В итоге дуэль выиграл GV на 10 хп, представляете? 10 хп, это, кстати, довольно серьезно. Можно где-то и хаяшку скушать. Аккуратненько. Ну, все-таки не для снайперов, на самом деле. Опять же, авики чуть проще в этом. Нужно ребятам попасть. Если не попадаешь, ты и так отлетишь, скорее всего, если твой оппонент, ну, не совсем в стену не будет стрелять и хотя бы немножко в тебя попадать, то шансов не будет. Что ж, дигл для конфига. СЗ-шка для GKS, дигл для Раша, авик для Юги и Юмп для Блэймэйфа. Закупка весьма относительная. Вон там сердечко нам сверху посылают абсерверы. Ребята, мы вам тоже посылаем сердечко вместе с чатом. Раш отлетает от Бролана. Пять в четыре. Большинство для команды Фнатик в очередной раз. И сложно очень здесь в очередной раз против команды Фнатик. Вот такой, который просто идет на плюс В и ставит хэдшот. И Джакиньо решил у нас под конец миража немножко хайлайтов выписывать. Крим забивает GKS. Аблэймэйф последний. И ему тоже прилетает ровно хэдшот. Это четырнадцатый раунд за командой Фнатик. Четырнадцать шесть. Очередной разгром на второй карте. Мы по всей видимости с вами будем лицезреть. На первой восемь раунд взяли ребята из команды комплексити. На второй пока шесть. Пока шесть. И два раунда отделяют Фнатик от победы. И вот тебе тот самый мираж. Который казалось бы все знают на зубок. Но порой решает незнание на карте. А то в каком перформансе вы подходите к матчапу. И вот тут прям две карты подряд. Если на первой еще в рамках первой половины опять же до статологии. Смотрели плюс-минус ок. То вот начиная со второй половины трейна. И вот с самого начала миража. Вопросов просто чудовищное количество. Комплексити. У вас там не то чтобы замена. У вас там беда какая-то внутри команды происходит что ли. Но знаете ли. Юги и GKS. Самый нужный момент. Начинает раунд с двух опенов. Да есть размен от Броуна. Да все еще преимущество. Но ненадолго. Броун говорит. Друзья. А я к вам в гости на Аплэм пришел. Выходит так. Трифтрим. JVM просматривает со снайперской винтовки коннектор. Раш с Аугом на шарте. Минута времени. Ну а команда Фнатик тем временем аккуратно просто берет бомбу. Сейчас и идет на точку Б. Здесь Раш. Который из шарта будет смотреть с Аугой как раз таки эту позиционку. Но Фнатик как-то не торопится. Возможно даже еще потенциально решают куда идти. То есть опять бомбы уходят. И бомба через мид на Б. Время позволяет. Ну относительно. 36 секунд на таймере. Нужно все таки уже торопиться. Торопиться достаточно серьезно. И чекать Раша. Да это будет фейк Б плента. Раш будет отвлечен. Абсолютно не обязательно что это фейк. Вообще не обязательно. Ну то есть ты понял да чем я говорил. А 20 секунд ребята. Что? Да как? Ты его не заметил. Аааа. Ааа. Куда? А если у нас интересна вторая камера. А нет мне интересно вот просто. Ну это какие-то невероятные ошибки от команды Фнатик в этом раунде. Сами себя обманули. И опять по времени. А Броун. Вообще Голден. С Зумом был? У него пушка с Зумом была? По-моему а что это такое? А Голден. Голден с Калашом был. Разве? Потому что если он был с Калашом. Голден был с Калашом. Я думаю просто он откинул флешку. Отворачивался от нее. И сразу смотрел вверх-вниз. Вот. Да. Это. Короче. Это странно. По сути вещей это все равно ничего не меняет. Да. То есть сейчас в комплекте проигрывает Эдвайс. И они останутся вообще без денег. Как бы. Такое тоже можно рассматривать. Но. Натики себе сорвали пятнадцатый. Причем шикарный розыгрыш. Три в два бы получился. Убиваете игрока на шарту. Три в два. Все. Там не выбивается. То есть никак. А теперь. Блэймов с окна. Просто два. Мид. Затулил нормально. И все. Снова нужно начинать сначала. Мммм. Пять в два. Пять в два. Для комплексити. Пять в один. Для комплексити. И GV остается последней. Против. Всех игроков команды комплексити. Но здесь. Минута тридцать на таймере. Я уж. Если честно. Даже. Не знаю. Что к чему. И как. Попробовать это растащить. В идеале засейвить авик. Это прям. Очень хорошо. Но. Как засейвить авик. Если минута двадцать на таймере. И как бы. Четыре игрока в живых. Здесь уже прилетают ХЕшки. Тридцать три хп у тебя остается. Ну и тебя просто простреливает конфиг. Потому что может себе позволить. Так. ГГ. Уже. А что это. Спойлеры что ли нам. Об серверы. Ну подождите. Подождите. У нас тут четырнадцать восемь. У нас тут команда комплексити. Вырывает победу как только может. И. Фнатики думают. Ага. То есть там вот нам. Нам уже. Со счета нас стирают. Нет. Подождите. Надо сейчас взять паузу. Надо сейчас обсудить. И. Так тут ДТБ недалеко. Так то. Ну да. То есть три раунда я считаю уже. В кайфе. Нормально. Так. Вот. Не ну. У нас нет камеры оттуда. Нам нужно именно Голдена камеру. Понятно что Раш то. Что. Раш сделал все шикарно. Ему повезло скажем так. Так. А вот. Как произошло у Голдена. Вот. Там невозможно модельку не заметить. Да. Там какой то есть типа выступ. Но. Не заметить. Человека. А вот как ты видишь возможно. Ну. Всякое бывает опять же. Мы то не в команде. Так кстати это. Фнатики закупаются. Там. Калилая рук им за. И двадцать семь на девять. Три кд на минуточку. Три. Три. Так. Ну что ж друзья. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Что у нас придумывают Фнатики. С четырьмя девайсами. Из которых один Голил. Остальные Калаши. И еще и сверху есть Диггл для Броуна. Будет ли быстрый. Есть. Есть. Уже два игрока. Команды Фнатик. Но GKS. Да. Вот это жестко от GKS. Ай-яй-яй-яй-яй. Вместе с Блеймфом. Всю команду Фнатик закрывают. Это девятый раунд. Для команды Комплексити. Ну и просто-напросто достаточно легко. Этот раунд в очередной раз. Ну GKS. Как раз так. По зажиму вообще нет проблем. Вот это вообще вакейшн какой-то момент. 14-9. Денег нет. Десятый должен быть потенциальный для Комплексити. И вот такими вот темпами. Поднемножечку помаленечку. Ребята уже выходят для себя весьма на неплохой счет. Можно выигрывать? Можно Комплексити? Началось-то, а? Жесть. Кто бы мог подумать. Ну хорошо. Игра еще не закончена. Безусловно фанатам комплексти дарят такую небольшую надежду. Раша компания. Ну и что, минусы от Блейма в коне. Забирает он как раз таки выходящего с Андера GV. А дальше, может быть, таки разменчик подъедет с Тигла. А че нет-то? Блейм. Ой. Кримс-то сорвалось. Но хп мало. С какой стороны дополнительный килл поджаки. А хп аппарта. Подсадка в окно также отменяется. Потому что конфиг это дело все порицает. И GKS также закрывая Голдена в яме. Оставляет лишь только двух игроков. Пытались сделать подсадку в окно. И Броуна, кстати, под блайндом конфига добивает. Может, мог быть, еще один минус. Давайте-давайте. Броуна таки забрался в окно. Но, знаете, бомба в распауне. И я не хочу быть... Комитаном, очевидностью. Но, по ходу, Броуна не будет делать этот раунд. Ты прав, Андрей. Хорошая работа. 14-10. Ну, вот теперь будет закупка. Вот теперь будет закупка. При счете 14-10. Нужно паунзу, что ли, взять? Там паунзы есть еще у команды Fnatic. У всех есть пауза. Проблема в том, что они-то проигрывают раунды не потому, что, опять же, нет какого-то сетапа, да? Потому что происходит какая-то, так сказать, случайность, да? Особенно у некоторых людей, которые четыре раза голову ничут. Это тоже случайность. Ну, это... Вопрос-то комплексный. А, или закономерность. Если бы это было, да? JKS, кстати, неплохо ворвался в топ-мид вместе с бомфигом. Вот такого поджима не было давно. И он сработал. Фнатики были обескуражены с этим моментом, да? Еще и Раш тут смог себе подкидывать под кары. В принципе, живет. Тянет время. Как долго живет, кстати, шикарно забирает джекину. Но 3 в 2 бомба будет установлена. Шорт заметили. Шорт зачекали. Надо ставить бомбу. Так, кто стреляет? Не стреляй, Кримс, не надо убивать своих. Ну, 2 в 3 это можно попытаться разыграть на самом деле. Это не очень простая ситуация. Вот теперь это вообще не простая ситуация. JV остается один последний, 1 в 3. Ну, что? Может быть, растащит. Может быть, сейчас вот этот вот маленький толчок нужен для команды Fnatic. И это будет JV, который даст волю, даст победу. Так, открытие есть. Зачек одного тиммейта, одного оппонента. JV, тихо-тихо-тихо. Бобу нет! Ну, бровей! Она там справа! JV! Нет! Вот это не то, что... Ну, он рассчитывал, что Spray пойдет получше. Но, опять же, да, видишь, насколько скользко. 3 в 1 разыгрывают complexity. У них все люди просто зафокусены в одну сторону. То есть, никто не смотрит, как бы, на 90. Еще один тайм-аут. Ага. Третий. Еще один остался. Еще один можно... Не, ну, это 100% последний тайм-аут, мне кажется, в основном времени. Одну паузу желательно на допов все-таки оставить. Ну, то есть, по-хорошему надо. Ну, и у Кремза там уже не 3 КД, да. То есть, как бы... Дело пошло на спад. Ну, utility-демаж, конечно, за КТ у конфига вместе с рашем возрос. Возрос. Возрос наразительно. Но в остальном такое. Команда Фнатик. Большие проблемы. Большие проблемы у шведов сейчас. Вроде 5 раундов подряд. Ну, хотя 5 раундов это вообще немало. Подряд счет будет 14-6. И проигрывать все счеты 14-6 не хочется никому. Поэтому команде Фнатик действительно нужно здесь подсобраться и выиграть этот нужный ба-раунд для себя. Бролон. Не самый удачный ран-буст. Юги не попадает. Ай-яй-яй-яй. Юги, ну там же была инфа по Юги. Почему? Никто не смотрит. И опять никто. Что это такое? Да нет, я не смотрю. Они просто реагируют. А, он за стеной стоит. Он стоит за стеной. Я думаю, он просто смотрит и не стреляет. Такой friendly counter-strike. Наконец-то. За 5 репик-то наказали. Так. Закрывает конфига Blame F. Но Blame F торчит. Должен здесь торчать. Да. И забивает он, правда, Кримзан. Но Жакини на размене 3 в 2. Ну, может быть, сейчас команде Fnatic удастся здесь что-нибудь подумать. Rush все-таки на позиции своей любимой. На шарте закрывает GV. 2 в 2 ситуация. Есть информация по Rush. Пачки будут супербольные. А вот GKS... Не, ну это 100% выбитая пачка. Ну, типа GKS все знают. Так. Golden. Golden! Вот это фраг. Фраг на раунд. Нужно просто бежать на плен. Сейчас устанавливать бомбу. Потому что, ну, была информация, что Rush сделал фраг. Сейчас нужно его попытаться слышать. Они его слышали уже. Перетяжку. А бомба боится. Бомба боится. Бомба уходит на B. Понятно, что время есть. Инфа есть про Rush. То есть... Бомба возвращается на... Кого они пытаются обмануть? Rush уходит на B. У нас Майнгеймсы. У нас тут бегуночки туда-сюда. Кто окажется... Не, кстати, Fnatic, но перемейнгеймсили абсолютно точно. Сейчас... Кто? Преимусь-то. Fnatic-то вдвоем на... Вот. А Rush-то где? Свободная касса! Да? Сейф? Нет? Не сейф? Нет. Там 10 тысяча с Rush скажут. Какой сейф? Я сейчас пойду. Пошел. 15-11. Ну, наконец-таки! Фнатики спустя пять раундов проигранных взяли первые. Это 15-11. И получают, ребята, четыре шанса, четыре матч-поинта. Ну, честно. Фнатики этот раунд заслужили, но комплексти тоже. Устроили нам приколдес вот этот в яме. GKS полностью знал, куда идет его оппонент. Он слышал его. Встал довольно приятным углом. Опять же, не смог попасть. Не до имя. Пошло. Бывает? Бывает. А то до этого парочку раз спасал аплэнт. И вот тут вот занятие миды от Fnatic. Два игрока. Плюс есть аппарты в исполнении Кримза. И двое через яму. Четыре аплэнта! Практически у команды Коу. И Броун тут приходится немножко подсдать позиции. Броун таки находит Блэйма. На выходе из кона. Раш, правда, его подразменял. И выход ямы параллельно, да, выходит здесь с полком. Потому что там вот Шкино, который попадает под прицелы ВП Юги. И Раш забирает GV. Несмотря на то, что Фнатики взяли 15-ый. Да? Они все еще не закончили эту игру. Абсолютно. Да! Хороший шот от Голдена. Он и фрачку забрал. Ага. Ну, два в три. Все еще сложновато. Крим стопает. Крим стопает. Калаш забрать хотел. Быстрее. Потопал, потопал, ушел. Ну и давайте смотреть, что будет сейчас от Голдена. Но опять он продолжает и делает фраг по юге. Два в два. И ситуация здесь можно и на выходить уже. И это понимают ребята из Фнатик. И потихонечку вот с раскинутым смоком уже начинают свой заход на Аплэнт. Здесь можно бомбу устанавливать под шорт. И здесь, соответственно, конфиг не сможет эту бомбу закрыть. Единственное, что он уже находится на столько классной позиции, что контролирует примерно абсолютно все. Но почему-то он закрывается на ней и не смотрит выход. Нашел он фраг по Голдену. Бомба все еще на руках. Надо ставить. Надо пытаться. Здесь, ну, что Кримзу еще делать? Ну, Кримз против. Кримз. 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 Одного находит. Кримз. Идет за вторым. Ну, давай. Кримз. Кримз. 17 хп. Ну, как же это было красиво. Закончить вот прям таким образом. И закончить с статистикой 30 на 13. Но... Поверил в себя. Все-таки, ну, абсолютно верное решение. То есть, оно абсолютно оправданно. Попытка была максимально близка к своей успешной реализации. 15-12. Один матчпоинт отыгрывается ребятами из команды комплекса. Нужно еще три до овертаймов. И самое обидное будет отъехать пистолетов, да? Если ты понимаешь, о чем я. То есть, сейчас два кабай условный. Там деглы с тэками, да. Есть гранаты. Какой-нибудь раш-б, где всего лишь один раш с вамасом. Я ни на что не намекаю, но... Раш это далеко не самая результативная боевая единица на карте Демираж. Но он справляется с конфигом. Он с первым выпадом. С вторым, правда, не очень. Конфиг про втыкал. Выход как раз-таки с окна. И... Что? Три в три бомба устанавливается. А тэки в упоре, это как бы, знаешь... Да даже... Даже на дистанции. Тэки это опасно. Я уже показал одному молодому человеку использование этого пистолета. Вот. Вот так вот я. И вот про это я и говорю. А там даже уже не тэки. Там и авик, и фамас. Ну и Бролан. Просто-напросто. А Бролану не нужно подбирать девайс. 7 буллетов. Аккуратно, Бролан. 7 буллетов. Ладно, ладно. Немножко постреляли. Хватит. Здесь есть тиммейты, которые помогут. Здесь выход будет. И все-таки живи. Закрывая. Друзья, Кримс. 29 фрагов. Да, немножко после 15-0, наверное, статистика началась меньше настолько жестко нарабатываться. Но 29 на 15. КД 2 практически. Вот буквально чуть-чуть не хватает. Очень классно отыграл. Ребята, это 2-0. Это фнатики, которые очень уверенно врываются в турнир Summit 7-ой и выиграют первую. А кто-то в этом сомневался? Ну, типа, после такого трейна я не сомневался. Студия аналитики предсказывала 1-1, насколько я помню. А ты нашел, кого слушает. Студия аналитики. Нашу студию аналитики надо слушать всегда, Андрей. И мы, наверное, тоже ее послушаем. Друзья, давайте. Ну, что тут скажешь. Кримс, конечно, подарок для плохого аналитика. Вот, коим я, например, в частности, являюсь. Хотя и то, поскольку, поскольку, не претендую. Как бы там игра ни шла, всегда можно сказать, что он сыграет круто. И он начал игру со счетом 15-0. Потом, конечно, немножко дали слабину, ребятки. Но это ни на что не повлияло. У меня к тебе вопрос. Знаешь ли ты, что сказала команда Complexity, увидев Кримса на серве? Что? Здорово, отец. Еще немножко кринжа поднапустим, но сейчас добавим. Ну, просто вы, старые, не шарите вообще ни в чем. Да нет. Меня-то поняли, а вот вас не поймут теперь. Понял, поняли кто-то. Кто понял? Кто понял? Все поняли. Плюс чатик, да. Ладно, вы не оценили, но оцените Кримса хотя бы. Как вам? По-моему, это вообще шедевральный дед. Шедевральный дед, на самом деле, в виде юги. Вот этот последний раунд, который... Хорошо, давайте представим себе ситуацию. Мы начинаем камбетч как сумасшедший, да, совершенно нереальный стрик раундов. Все было очень плохо, стало все прекрасно. И мы такие, ладно, у нас девайсы, надо последний девайс не выиграть по-хорошему. Там дальше уже будет, ну так, немножечко, ну то есть останется. Пару треку раундов, у противника будет не лучшая экономика, все окей. Мы сетапим два человека в андерграунде. И ты вот, будучи снайпером, да, типа, по факту у тебя ситуация только одна, ты никуда не выходишь оттуда. То есть это вот точка, в которую ты встал и ГВП. Самый важный первый выстрел. Потому что, типа, никто не ожидает, что там все думают. Ну, ладно, может быть, ты подожмешь либо с шарта, либо, возможно, с коннектора, возможно, с окна. У тебя много опций. И вот эту точно никто не прочтет. И ты такой, сейчас на верочку. И ты на верочку кидаешь на вскидос вот формата вот за эту секунду, знаешь. Типа, открыл скоп, выстрел, ушел. И так четыре раза подряд ты открываешься. И ты точно понимаешь, все точно уже все поняли, знаешь, это тот самый. Но все все понимают. И вот все все понимают. Вот в этот момент ты переграл карту. И это грустно. И не Юге, конечно, вот, типа, впечален. Печальное саморешение. Давайте сыграем настолько жестко. Да, то есть у нас были крутые от них контратаки в начале раунда. У нас были крутые от них пассивные раунды. Но вот этот сетап, это не актив и не пассив. Это, короче, типа вот это на кондачка. И не работает. Потому что, ну, просто чилы встали против тебя, а они будут стоять. Очевидно же, они, ну, боятся проиграть раунд. Они будут играть пассивно. Вот, короче, очень странное решение. Этот сетап, не знаю, кто придумал. Я в Ньюге. Но кто-то из... Я. Кто-то заколил. Да, сегодня Герман генератор плохих идей. И предиктов. И предиктов. И это Death Rain. Да. А что, почему нет? Ну, кстати, хорошая. Хорошая пистолетка была, мне понравилась. Хороший момент был, действительно. И карта тоже неплохая. Ну, это, как говорится, нет. Чтобы... Освежить память. Чтобы было светлое будущее, надо хорошо знать прошлое. Да, да. И мы решили... И мы решили... Мы решили... Понял. Показать, откуда пошел импульс. Так вот, команда комплексная. Бластон в 2003 году. Так, значит... Бэнкса тогда еще даже близко не было. Мы можем тогда, знаете, реплей с Call of Duty фигачить, да, сразу? Да, да, да. Естественно. А когда мы начнем говорить про Rush, мы вспомним команду Opti, которая является многократным чем-то мира по Call of Duty, соответственно. Не, ну ты... Колы тоже начинали с Call of Duty, если я не ошибаюсь. Кто? Колы. Колы? Ну, Кол... Кол... Ну, все, я понял. Просто мы в Call of Duty. Колы в Call of Duty. Колы начинали с Колы. Да, я понял, да. Колы начинали с другого Колы. Да, все понятно. Колы начинали с другого Колы. Господи, Герман, встань, выйди, пожалуй. Я сейчас... Встану. Не, проблема в том, что ты здесь останешься, понимаешь? Мы уже выяснили. В этом определенно есть проблема. Определенно есть. Надо как-то что-то делать с этим. Ну вот, вот. Здесь все началось. С чего? С 7-0, да? Да, 7-0 было. Все такое, да. Красота, красота. И вот он, этот парень. Спасибо ему за то, что... Хоть что-то правильно нам удается сказать благодаря Кримзу. Да, но на самом деле, если бы не Кримз, то точно была бы карта с заколами. Потому что, да, начало очень-очень слабое. Но явно видно, что они все еще в форме, что они понимают, что делать на этой карте. Мы видели против Na'Vi на этой карте, мы уже об этом говорили. Предматчевый. Они, честно, могут и умеют, и практикуют. И те аркады, которые Fnatic себе порой позволяли, суперрофельные, типа вот эти вот выходы в смоках и так далее. Кстати, да, раунд от GKS отдельный, прошу прощения, совсем о нем забыл. Раунд от GKS, где он играет, ну, у Ямы на защите. Делает два килла по чувакам, выходящим с сапов. Что, опять же, тоже неадекватно совершенно. И потом рандомнейший спрей в смок, где он даже не пытался попасть по челу. Стрелял намного левее от него. Летит хэдшот, и ты такой, так, подождите. Что такое? То есть кто-то, конечно, это Лука Малука, но с другой стороны, конечно, нереальный совершенно перформанс в одном единственном раунде. Потому что все остальные важнейшие моменты он проиграл. Наверное, вот этот хайлайт тоже будет здесь, на второй плей, надо будет словить. Так, по поводу Якини, определимся мы, как он вам? Мне вообще никак не участвовал. Ну, видно, что чел пока что еще не в курсе. Не на своей волне, это не только не на командах. Ну, это нормально. Команд, первая карта. Не, ну, кстати, мы... Ты бета видел? Видел. Парень какого? 2000 года рождения Якини. Ты видел, что Валерочек сделал? Вчера, да, но первую карту. Валера, я считал какое время. Вот это, кстати, момент тоже опишный совершенно. То есть это те моменты, которые, на самом деле... Ну, не прощая. Вот, вот, вот. Что это был за фраг от GKS, а потом смог? Во-первых, почему два чела... Это баг-фраг. Да, это ван-фраг. Почему два чела не смотрят справа? То есть у вас, у двоих, соответственно, очень широкий кругозор, что называется. Да. Почему вы не смотрите на Тетрис? Ну ладно, вы не смотрите на Тетрис. Хотя ваш чел на Яме говорит, я смог, я не вижу. Я не могу спалить Тетрис. Давайте вы как-то сами зачекаете. Они оба не чекают, а потом просто разворачиваются и убивают чела, который там вообще не читался. Хэдшотом, который он даже не пытался стрелять. Так, ну и вот здесь начинаются мини-комбэкки гениальные совершенно. Сколько комплексти, по-моему, раунда три отдали против пистолетов. Ну да, вроде как. Прошу прощения, это, кстати, вот отсылка ко вчерашнему матчу, что у нас команды даже стабильные тир-1, такие как Астралис, очень много таких раундов отдают. То есть не знаю, чем это связано. Понятно, возможно, первый день турнира и только вливаются у нас игроки комплексти. Но, честно говоря, создается впечатление того, что немного плывет команда в принципе. Ты знаешь, у нее есть какой-то фундамент, основной базис знаний, но ощущение, что они полностью не готовы даже к команде Fnatic. Сегодня были, по крайней мере. Есть ощущение, что этот фундамент и базис есть у каждого отдельно взятого игрока в команде. Но, как команда, комплексти производят очень угрожающее впечатление на стартовой игре этого турнира. Ну, что сказать, падают в Elimination матч. А к кому они, скорее всего, падут? Слушай, ну там сейчас на второй карте Dignitas OG первая половина закончилась в пользу Dignitas, насколько мне известно, с приличным отрывом. Там еще, судя по всему, будут выясняться отношения, но на проигравшего этой пары. Как бы там ни было, друзья, этот матч, кстати, идет на нашей параллельной трансляции, канал CSRUHUB2. Все тут же на Twitch, разумеется. Где же еще? Если захотите, переходите туда. У нас с вами впереди вторая, Best of 3. Это будет уже матч группы B. И, насколько мне известно, ребята из BTS, они такие клиентоориентированные по отношению к игрокам, поэтому матч этот по расписанию стартанет. И нас с вами будет сейчас ожидать большая пауза, да, часовая, мне подсказывают коллеги. Дима Кристалмэй уходит из аналитики, будет комментировать следующую встречу для вас. Хотя хорошо бы еще Германа с тобой забрал. Да, да, да. Но громко мне присоединиться. В общем, друзья, у вас есть час для того, чтобы уделить время себе, а потом уделим время прекрасному Counter-Strike. Возвращайтесь к нам. Возвращайтесь к нам. Возвращайтесь к нам.